Welcome, 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 дорогие друзья, это с вами Виви, и у меня для вас очередные Виви-новости. Давненько не было у нас Виви-новостей, но это связано с тем, что киберспорт завершился, MSI-турнир закончился очередной победой команды Royal Never Give Up, и все команды ушли на перерыв. Ну, помимо того, что все команды ушли на перерыв, контент-мейкеры, в общем-то, тоже все ушли на перерыв, в связи с тем, что новый патч вроде как вышел, и в этом патче началось полное вот это вот изменение меты, где танки вроде должны были начать всех доминировать, но в реальности получилось просто так, что ассасины ослабились, а все остальные чемпионы остались на своих позициях. Ну, про это вы знаете, я делал ролики, посвященные только патчам. Ну, а у нас вышла Белевет, вышла она 3 дня уже получается назад, сегодня что у нас? 4 дня назад, да. Ну, 3 дня назад на самом деле, потому что она хоть и вроде официально была запущена с этого патча, но должен был пройти 1 сутка перед тем, как этот патч заработал. И у Белевет уже 44% винрейта. Почему я говорю, что уже это связано с тем, что когда она вышла, у нее было 37% винрейта. Если мы возьмем Айрон плюс, то мы увидим с вами 53%, то есть люди на Айроне за нее все же выигрывают, ну а Мастер плюс меньше. То есть чем ниже Элла, тем выше винрейт чемпиона. Это прям прямая дорога к чему, спросите вы у меня? К тому, что чемпион лейтгейм обычно именно это является основным показателем. Внизу играет как можно дольше ребята, и там абсолютно все чемпионы, которые являются лейтгеймом, там Кейл, Мастер Йи, Кагмаф, они будут иметь очень высокий винрейт, ну, относительно их собственного винрейта там в платине плюс. Ну, давайте еще Сильвер возьму, видите, здесь у него 49%, а у Чалика 40%. Ну, тут Мастер плюс чуть ниже, видимо, все же, не такое большое это Элла, и тут корреляция идет очень странная. Ну, поглядим, что будет дальше, потому что пока это означает, что это просто лейтгеймовый чемпион, и Райет ее не собирается трогать, понятное дело, в ближайшие две недели будут смотреть, как она будет вживаться в свою роль Лесника. Я сам за нее еще так и не сыграл, потому что у нас сейчас идет челлендж взять там Даймонд за месяц на европейском аккаунте, который за Хардстаком. Помимо этого я еще свою программку, свою игру делаю, и поэтому времени вообще нет, чтобы сейчас начать за нее много играть, но обеждательно попробую. Выложена была вот такая картинка, вот такая вот у нас картиночка была выложена на всех разных сторонних ресурсах, дальше к ней никакой приписки не было. И все начали думать, ага, это, скорее всего, сексистские намеки. Вот, смотрите, синяя... Ну, тут не синяя, тут голубо-зеленая, такой вот бирюзовый... Как этот цвет называется? Вот этот вот. Зелено-салатовые цвета, это типа обозначение мужчин, а это обозначение женщин, и это сексистский пост, что, мол, женщины играют только за этих чемпионов, а мужчины только за этих, бла-бла-бла. А потом, день спустя, райты выкладывают официальную информацию, которую выложили они у себя на ПБЕ, на Твиттере, где рассказывают, что на самом деле так оно и есть. 97% женщин на данный момент играют за женских персонажей, за конкретно вот этих персонажей. Самые популярные персонажи среди женщин — это Ари Люкс, дальше идёт Сона Лулу Нами, после этого там Ариана, Сарака, Зая, которая Шая теперь уже, и Джинкс. И среди как раз-таки мужских персонажей... Вот оно, давайте с этого сайта прочитаю эту новость. Среди мужских персонажей есть только 4. Это Тима, Вейгар, Рейкон и Джин. Это 4 персонажа мужчин, которых они выбирают. Да, есть, конечно же, там ещё меньше полпроцента чемпионов, которых используют, но их вообще не учитывают статистики, потому что это слишком мало. Но меня больше не это улыбнуло, то, что там 97% женщин играют только за женских персонажей. Вывод, который был сделан девушкой Миреллес, или как её тут звали, Райан Миреллес, вот, Райан Миреллес. Дело вот в чём, ребят. Она делает вот какой вывод. Вот, какой-то чат у меня здесь висит. Ну ладно. Миреллес указал, что самые популярные герои мужчин среди женщин, которые за них играют, это Тима, Джин, Вейгар, Рейкон. Тима и Вейгар — это Йордлы. Рейкон — это дурашливый любовник Зая, поэтому девушки за него играют. А Джин — это маньяк с бзиком на цифре 4. Она не уточнила методику сбора статистики, но это вообще непонятно, откуда они берут эту статистику. Кто это вообще галочки ставит? Я когда захожу в Лигу Легенд, меня никогда не спрашивали. Мужчина, я женщина? Может, моя бы статистика повлияла на это? Так вот, что она отмечала. Она отмечала то, что женщины играют за женских персонажей, а ещё то, что тех мужских персонажей, которые они используют, что это, в общем-то, даже не мужчины. И таким образом она пыталась, видимо, отыграть эту карту, не знаю, свободолюбивее женщины или что-то. Но, как мне кажется, самый простой вывод, который можно сделать из этого, то, что мужчины любят играть за мужчин и женщин. Это логично. А женщины не любят играть за мужчин никогда. Почему? Да потому что они любят красивые. А красивых мужчин в игре у нас мало. Это Изреаль, который когда-то был, но сейчас его, видимо, в списке нет. Может быть, потому что Тарик... Отношения между Тариком и Эзом Райты больше не развивают. Ну ладно, это был такой вот интересный экскурс. Диабло Иммортал побил антирекорды. Варкрафт 3 Рефордж. Почему я эту новость решил вставить? Хотя она не по Лиге Легенд. Да потому что мне плевать, я могу вставлять любую новость. Да, это на самом деле интересно. Диабло Иммортал вышла. Я сижу такой, занимаюсь своей игрой. Тут бах, вижу все почти мои стримеры, на которых я подписан, начали играть Диабло Иммортал. Я такой, ого, это что-то новенькое. Это же та игра, которая должна на телефон была выйти. Как они играют с компьютеров? И действительно, она вышла сразу же на компьютеры. Ребята играют, я там на фоне слушаю. Вроде хвалят. Вроде все нормально. Два дня спустя узнаю, что там оценка адовая низкая. Просто очень низкая. Пользователи рецензии Metacritic опустили ее до отметки 0,5. На данный момент 0,5 осталось. На 4 тысячи оценки от журналистов 72%. Это тоже довольно мало. Если до этого было 86%, то есть получается продажные были все же журналисты. То есть сейчас 72%. Нам подсказывают, что самое последнее место есть у Madden NFL. У них там 0,3 балла. А как раз-таки у Warcraft 3 Reforged 0,6 из 10. Ну, Warcraft 3 Reforged даже в свое время люди называли игрой, которую нужно постоянно сразу отдавать назад. И куча была писем Blizzard, что они хотят вернуть назад деньги за то, что ее купили. Что Blizzard даже запретили назад отдавать деньги в какой-то момент. Но потом они образумились и поняли, что оценка еще ниже начинает от этого становиться. И признали, что да, будем деньги возвращать назад тем людям, которые сделали покупку игры заранее. Мы вас, мол, обманули. Что же касается Diablo Immortal, что же пошло не так? Дело в том, что нет сюжета. Графически игра устарела даже для телефонов. То есть очень она плавно идет, она работает практически на всех телефонах. Ну, это и понятно, потому что она мега устарела. Но самая главная проблема, это игра для кача. Вы знаете, что такое Diabloid. Diabloid это раскачка персонажа, сбор лута. Раскачка персонажа еще раз, сбор лута. Раскачка персонажа еще раз, сбор лута. И ты собираешь себе самые крутые шмотки. И надеешься на вот эти вот 0,2, даже может быть меньше сотых процента, что тебе выпадет этот лут с этого персонажа. Либо то, что тебе выпадет этот лут, и у него выпадут классные перки на этот предмет. А этот предмет там будет с максимальными перками. И вот таким вот образом он развивается. Так вот здесь, чтобы это делать, нужно донатить. Вот в чем главная проблема. Чтобы пойти снова на босса, как ты это делал в обычном Diabloid. Убил босса один раз, ну за сегодняшний вечер. Ну хочу я потратить свое время, да. Вот такой вот я человек. Хочу тратить время на непонятную игру, да. Ну 10 раз убью этого босса. Ну 15 раз там за сегодняшний вечер, 150 за неделю. Это мое дело, да. А здесь нельзя. Ограничено, ограничено количество раз хождения на босса, ограничено количество рун. Это все нужно покупать, покупать сундучки, чтобы из этих сундучков, и еще тоже был только шанс выпадания того или иного предмета. Это, конечно, людям очень не понравилось. Вот тебе результаты 0,5. В сети появились слухи о новом персонаже Лиги Легенд. Инсайдер BigBetBear, давайте открою его, рассказал, что выйдет новый персонаж. Если честно, я этот пост пытался найти, я его нашел, но он удален. Там висит галочка, что пост удален. Следовательно, либо информации нет подтвержденной, либо Riot очень быстро все это дело почистил. Давайте почитаем, что тут на Сайберспорте написали. Появится в игре во время ивента персонаж Звездных Защитников, релиз которого состоится в патче 12.13, 12.14, то бишь уже через месяц. Это очень странно, да, скорее всего, поэтому и есть удаленный этот пост. Что это будет чемпион в своих заклинаниях, полагающихся на силу воды. Имя героя на арабском языке связано с цветком водного гиацинта. А на хинди он означает синий цвет. Возможно, по дизайну чемпион будет использовать такие оттенки. И чемпион будет адекери ближнего боя. То, что Riot и обещали, что у нас будет адекери ближнего боя, по поводу Нил, первый раз слышу это имя. Нила, точнее, девушка будет очередная. Подтверждений никаких нет, но могу сказать, что Big Bad Beer очень часто угадывает. Но так же, как угадывает, так же и сливает иногда дезинформацию. Например, про шипастика, Bad Big Beer как раз таки и выкладывал. И, как видите, со словом Remora все же была правда. Только реморами Riot называют и существ, которых вызывает Бельвет. Напоминаю, что у Бельвет пассивка ее на ультимативные способности. После убийства Нашора или после убийства Рив Геральтки, вы получаете возможность призывать своих существ. Эти существа, они называются Remora. А вот Remora это было изначальное имя, которое как раз Big Bad Beer давал, или бы давал, а мы так и не знаем, кто этот человек, тому персонажу, который вышел. Но в итоге это оказалось Бельвет. Так что есть чему верить, а есть чему не верить. Big Tonka T. Это аккаунт на корейском сервере Талер Вана. Талер Ван 5 дней назад закончил свой челлендж, и он не справился. Это, кстати, первый челлендж, с которым Талер Ван не справился. Может быть, были какие-то мелкие челленджи, но напоминаю, что он никогда ни с кем не спорит по поводу этих челленджей. То есть он никому денег не должен, в отличие от TF Blade. Кто не знает, о чем я, посмотрите запись предыдущих новостей, там про TF Blade рассказывается. Максимальный пик у него был 327 мастер-поинтсов, и люди были уверены, что он справится, учитывая, что это было 13-го числа, и у него было еще 30 почти дней, ну, чуть меньше, там, 25 дней до окончания его визы, и что ему придется поехать в Америку. И был уверен, что он справится. Но после этого он банально захардстакался вот в этих 100-200 мастер-поинтсах, а нужно было подняться до 700 с плюсом, это чтобы добраться до гранд-мастера, ну, по крайней мере, выскочить из мастера. И дальше еще нужно было 400 очков собрать, там, в районе 900-1300. Вот в этом диапазоне находятся все игроки челленджер корейского сервера. Справиться он с этим не смог. Вернулся назад за время своего челленджа, за 30 дней, он отыграл 411 побед на 363 поражения, 53% винрейт. В общем, почти 800 игр за 30 дней. Сами посчитайте. Ну, в этом ему, конечно, не отказать. И последняя его игра была на Картусе 6 дней назад. Тайлер не справился. Приехал домой. Но уже счастливый, уже довольный, потому что зрители у него все это время были. Его смотрели, донатили, поддерживали. И я надеюсь, меня тоже так будут когда-нибудь донатить и поддерживать. К следующей новости переходим. Новость касается немножко киберспорта. Дуэн Би был в очередной раз оштрафован ЛПЛом. Его оштрафовали за то, что он рассказал о старте чемпионата 2022 года летнего сплита, ну, чемпионата ЛПЛ, и рассказал про игроков. Это, кстати, его второй уже штраф. Первый штраф он получил в 9000 долларов за то, что он рассказал про переходы игроков. Это было в 2019 году. После этого он два года спокойно продолжал рассказывать всю информацию про всех игроков, про УЗИ, говорил, в каком команде будет играть. Из-за этого контракт один слетел. Вы знаете, что УЗИ предлагала команда Вейба Гейминг. Миллионы из-за этого слетела, потому что райты начали этим интересоваться. И, видимо, из-за этого никто Дуэн Би не трогал. А вот здесь он спалил начало турнира, рассказал про то, что не нужно было рассказывать. И это райтам не понравилось, и поэтому они его снова оштрафовали. Теперь уже на 7500 долларов. Но, я думаю, Дуэн Би вполне доволен. По его лицу видно, что он счастлив, даже учитывая, какой штраф ему прилетел. Напоминаю, что он самый популярный китайский стример по Лиге Легенд. И наверняка его очень часто используют в качестве еще пиара. То есть, вся информация, которая ликается, рассказывается им на стриме раньше, чем она должна рассказываться. Это, скорее, связано с тем, что многие команды сами ему сливают эту информацию. Нам нужно запустить пиар какой-то. Давайте скинем ему инфу, что этот игрок сломал ногу. Или этот игрок теперь будет играть в нашей команде. И он ее просто берет случайно, рассказывает всем. И в итоге получается хорошее такое сарафанное радио, хороший пиар. Черный пиар, он тоже пиар. Но, а Дуэн Би получил штраф. Думаю, переживет. Переходим к другой и последней новости на сегодня. Все чемпионаты стартуют. Более того, чемпионат по Китаю уже стартовал с матча как раз Вейбе Гейминг против Инвиктус Гейминг. Инвиктусы проиграли. И Эдварды победили команду ФАМ плюс Феникс. 2-1, 2-1. Сегодня у них играется остальные матчи. И чемпионы МСА. И когда у нас будут играть? Давайте посмотрим. Чемпионы МСА будут играть только 17-го числа. Им дали срок чуть-чуть отдохнуть. Все тоже понимают, что ребята только-только недавно вернулись. Поэтому их по расписанию поставили позже остальных. Что касается чемпионата... Сейчас, давайте. Самый сплит. Чемпионата Америки. То он стартует 18-го числа. То бишь на следующих выходных. Все стартует с матча Evil Genius против команды Cloud9. Что касается матчей в Европе. Они стартуют тоже на следующей неделе. Только днем. Соответственно, Виталити будет играть против команды Mad Lions. И давайте последнее, что сделаем. Это корейцев, конечно же, посмотрим. Где у нас тут? Summer Season. Summer Season. И у корейцев все просто. Они в среду стартуют на следующей неделе. КДФу против команды Hangvalife. Т1 играют позже всех. Они как раз в пятницу играют. Потому что тоже после MSI нужно было отдохнуть. Спросите, а где же LCL турнир? А LCL турнир все еще висит в закладке завершенной. Ну или не начатый. Завершенный первый спринг. Спринг, второй спринг, второй сплит не начинается вообще. И, как вы знаете, даже команда Unicorns of Love расформировала свой состав. И на данный момент все команды, которые имели свои составы, от игроков, можно сказать, избавились. Ну, как избавились? Игроки получили свободу действий. Каждый из игроков мог отправиться кто куда. Я не бегал по всем этим командам. Если честно, не смотрел. Только знаю, что вот как раз-таки команда Unicorns of Love использует своих же игроков. Теперь в своем же составе, только в европейском. Но напоминаю, что у них там правила, вот, у YoSexy Edition довольно простые правила. В этой команде должны быть вроде как европейцы. И, как видите, Шиганари сюда, например, попадает, а Донарт сюда попадает, как Саберы. А вот что делать, например, с игроком Нонхоли, неясно. У него висит все еще, что он играет в LCL, в Unicorns of Love. Ну, будем надеяться, что он туда тоже попадет. Квота на легионеров все же, ну, германской лиги имеется. Два легионера могут играть в этой лиге. Ну, значит, два русских игрока они могут себе закрепить. Сам чемпионат, если я правильно понимаю, еще... Сейчас, давайте, посмотрю на всякий случай. Чемпионат у Прайм Лиги еще не начался. Наверное, вот это, да? И Summer Season. Быстренько пробежимся. Да, еще не начался, когда он стартует 12-го. Но я не ту, видимо, лигу взял, потому что здесь Unicorns of Love нет. Ну, ладно, не суть важная. Я, честно, еще в этом не копался, не смотрел, потому что обзоры составов в этот раз я решил не делать. Если вам прям так нужен обзор составов, то могу короткое видео для вас потом записать. Главные изменения. Именно не про всем команды бегать и давать им рейтинг, как я это делал раньше, потому что мы все равно сейчас киберспорт не можем рестримить, как вы знаете. А просто могу главные изменения. Допустим, то, что Узи опять ушел на пенсию и команда Bilibili Gaming осталась без Adekeri его, но зато у них есть Adekeri другой, да? Вот такие вот новости могу вам рассказать. По Корейской Лиге ничего практически не изменилось. Все составы остались прежние с предыдущего сплита. Но в Корее так часто и принято. В начале года собирает состав и весь год этот состав играет. Ну а так, ребят, спасибо всем. Всем удачных каникул, удачных выходных. Я знаю, что сейчас лето, поэтому видео на YouTube мало кто будет смотреть. Да и на YouTube, на трансляции прямые тоже мало кто будет приходить, потому что люди как раз таки проводят дома на времени поменьше. Всем счастливо, всем пока. Увидимся на следующем ролике.